И далее новости спорта. Слово Сергея Михалькова. Акихито Яги всю свою жизнь посвятил продолжению дела отца, мейтацию Яги. Знаменитый японец побывал в Томске в апреле прошлого года. Теперь приехал и его сын. Акихито Яги провел в клубе «Арсенал» целую серию семинаров. Каждый из них включал по шесть тренировок. Уникальность данного события заключается в том, что в этот раз к нам этот мастер приехал на целый месяц. За это время он провел четыре семинара. И участники семинара были разделены по уровню подготовки. На каждом семинаре участников в районе 30 человек, не больше. И соответственно уровень подготовки спортсменов вырастет гораздо больше, чем те семинары, которые были до этого у нас проходили. В Россию японец приехал впервые. Главное неспортивное впечатление – это сибирские морозы. На родине Акихито, острове Окинава, в самую лютую январскую стужу, столбик термометра не опускается ниже плюс 16. Японец признался, что в Томске впервые в жизни испытал такие болевые ощущения на коже. Но настоящего японского мастера каратэ подобные трудности сломить не могут. Каратэ учит преодолевать любые препятствия. На своих семинарах Яги не только показывал технику ведения боя, но и делился философией восточных единоборств. Важно понимать, что ты занимаешься каратэ не только для тренировки силы удара, но и для духовного развития. Человек учится для того, чтобы уметь защищать себя. Пройдя через долгие годы тренировок, человек должен стать не только хорошим бойцом, но и просто хорошим человеком. Семинары Акихито Яги стали очередным этапом обучения воспитанников Томской Федерации каратэ Гадзюрю. За последние годы наш город посетили многие известные мастера из разных стран. Главная задача подобных тренировок – возможность перенимать знания у прямых учеников легендарных окинавских мастеров. Это позволяет передавать особенности боевого искусства без искажений через целые поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова